Ютуберы, всем привет, с вами Старший Тракер. В этом выпуске будем загружать 3 потрясающих груза. Как мы это сделали? Ну вот вы и узнаете в этом выпуске. Давайте истандарт, тут следы пупков и погнали просмотр. Вот она, машина времени, я нашел ее. Если уж делать машину времени, то делать со вкусом. О, собачка едет. Наверное, это его первая машина, машина молодости. Он, наверное, этой машине делал предложение своей супруге, поэтому он так за нее держится. Мужик красава. Ребятки, я узнал, что квартира здесь у них. Вот это все нам надо. Ребята, какая задача сейчас? Диспетчер уже в курсе, что у нас аппардек станет запустой. Но я хочу быстренько загрузиться. Хотя бы увидеть эту груз, чтобы дать диспетчеру узнать, у нас еще место остается на лоурдеке или нет. Ну аппардек у нас 100% будет пустым. Раз, раз, раз. Не могу понять, в чем причина. Видите, царапина здесь. У нас вчера был дождь и щетки новые. Не могу понять, чем он там цепляет. Вы со мной, ребят? Мы работаем или что? Вот, видите? Пластмасс вот касается. Это не есть хорошо. Все, сейчас согнул, и он касаться уже не будет. Ну все, сейчас уже пластмасс не касается. Вот он отошел, где-то миллиметра три. Но обидно. Мне просто очень обидно было. И эта тема такая неприятная, что прям снизу бросается в глаза. Даже когда видосики будут какие-то делать, то будет... Голубой цикл, она недорогая. Сколько она стоит там? 160-180 долларов. Так что Александр поменяет. Опа. Ребят думал поспать часик, но нет. Здесь рядом есть у нас там, где можно колесо отремонтировать. Заклеить вулканизацию ихнего трекстапа в ЛАВС. И он отсюда 7 минут. Так что я быстренько сгоняю, да. У меня примерно полтора часа на распоряжении есть. Поеду, да, посмотрю, если там есть очередь, нет очереди. Если они справятся. Такое шикарное, ребят, так что колесо их заводится. Ребята, мы выпьем что-то в квартире. Сейчас посмотрим, какая длинная очередь. Все. Короче, он сказал, что 3-4 трака там начинает ждать. Я знаю, что они долго работают. Где-то час занимает один трак. Одно колесо там, они же особо не торопятся. И им-то что. Они работают тоже себе в удовольствие. Я их понимаю. Это не то, что у нас в Молдавии или там Россия, Украина там делают. Чем быстрее работаешь, тем больше получаешь денег. А здесь нет. Они работают по часовой, им торопиться некуда. Если бы они работали на процент, я уверен, что они бы работали быстрее. За полчасика, чак-чак, когда колесо уже готово. Короче, они мне сказали, что приедут подождать 3-4 часа. И меня это не устраивает. У меня через полтора часа будем пикапить. Сейчас был срочный звонок от дистанчера. Короче, дал тот груз и дал еще один груз. Короче, у нас еще два груза, кроме этого, фул, а что мы должны взять. Короче, наш фул весит 33 тысячи паундов. Мы можем загружать 45. И еще 10 тысяч паундов весят вот эти два. Один имеет 9 фит, а другой имеет 4 фита. Короче, я сейчас должен сделать все возможное. Должен ставить 4 фита от аппардека и загрузить вот эти трактора. Полностью костюм Шамана здесь не нужен, только эта жилетка нам нужна. Идем в их штаб-квартиру. Мы со мной, ребят. Представляете, что штаб-квартиры здесь как бы нет, они сами с нами будут подъезжать и спрашивают, что нам нужно. И, короче, вот этот вот кадр, он американец. Я спрашиваю, типа, эй, where are you going? Он говорит, а здесь покей, рядом. Отсюда такая 20 миль, короче, будет ехать с грузом. Я спросил, а ты куда едешь? Я говорю, а я иду в Нью-Йорк. Он говорит, о, I'm sorry. О, мне очень жаль. Здесь в Америке тоже юмор присутствует. Ему очень жаль, ребяточки. Чаек много, может, пару чайок загрузим. Птички. Соня, смотри, блядь, весна, птички. Смотри, блядь, цветы, блядь, распускаются. Это же здорово, блядь. Это просто здорово, блядь. Ну все, ребят, я достаю свой музыкальный инструмент. Все, я не сказал, что мне нужно ехать немножко вперед. У нас там вот есть дак, или будут мне пикапить. Я сказал, что они подгонят эти экскаваторы, и я сам уже буду их пикапить. Шикарно, потому что никто не будет морочь тебе яйца. Какой план? Я поставлю этот подкат сюда, видите? И сейчас он упирается вот там вот ту резинку. Ага, он хавает ту резинку, все нормально. Сейчас там чуть вперед, чтобы он помог ему. Только, значит, вперед и чуть-чуть назад. И все будет нормально. Нам, короче, нужно постараться. Оставить свободу наш аппардек и сзади 4 фита. Короче, будем парковаться сейчас полностью в притык. Я уже думал, что это наши инки. У нас такие же, только маленькие. Если у нас вот эти юниты, то я посчитал. Видите, он не такой широкий, он имеет 6 фит. Ширину. Короче, получается, один юнит я сделаю в притык к одной стороне трейлера, а другой к другой стороне трейлера. И эта тема не идет прямо посередине. Короче, все будет шикарно. Они должны поместиться, чтобы вот эти грабли, одна рядом с другой была. И чтобы один смотрел лицом к другому. Карлик, карлик, но смотрите, у него все есть для работы. Чак-чак, все, что нужно. Берем одного карлика, один карлик наш, 100%. Короче, у меня один карлик. И сейчас еще взглянем. Походу и вот этот, и вот этот. Они, походу, мои. Алицарь не разобрался. Короче, берем два этих карлика. И вот тот идет, SY50U. Короче, вот тот. Все, у нас по месяце. Замет где-то 37 фит на нашем трейлере. Пожарная машина. И в ней, я знаю, запах такой. Запах такой, как в Жигулях, знаете. Как в этих наших советских старых машинах. Запах такой внутри. Она просто едет и подключает шланг куда-то к пожарному крану. Потому что в ней нет внутри воды. Хотя, не знаю, как расположено. Может, тут есть какой-то. Но на данный момент никакой бочки нет. Это у нас ИСУЗУ. Смешная машинка. Да, такая строгая, четырехместная. Сегодня вечером уже займусь тембурозговиком. Потому что план какой. Загружаем этот груз. И все, на сегодня закончилась у нас вся процедура. И мы поедем туда, в тот лапс. И будем ждать, чтобы нам колесо заклеили. Да ничего трудного. На полчасика. Есть чем заняться. Вот они везут мне уже один юнит. Все, ребята. Мы сейчас уже посмотрели, как его используются. Легко. Тему ставим вниз. И вот здесь просто рычаг есть. Только взгляните, какой поинг. Ладно, перевозить груза. Но это военный аппарат. Я смотрю немножко расположение. Нам нужно вот этот вот полностью в эту сторону, а не в эту. Уже места у нас очень много остается. Сейчас хочу поиграться по максимуму. Вот эту сюда. А ту туда. Как я их загнал, только я помещаюсь сюда. Ну все, ребят. Короче, какая тема. У нас 4 полчаса таких экскаватора. И там еще какие-то юниты типа pieces. Я думал, что вот эти наши совки, вот эти, да? Которые к ним идут. Типа вот это они. Но мужик сказал, что нет. Это вот типа manual. Типа вот эти юниты, которые здесь внутри. Это все уже входит. Чтобы он начал работать, вот так поднимается тема, да? Четкая. Все. Сейчас вот поднимаем наш. Ага. Я хочу, чтобы нас вообще там ничего не выпирало. Все. Углусим наш строчок. Эту тему вот так вниз опускаем. И вылазим. Смотрите. Только я испомещусь. Я уже такие загружал. Я знаю точно, что они по месту рядом. Мы отсюда выезжаем. Это штаб-квартира, которую мы завтра типа должны запикапить по документам. Нам ехать 7 минут. У него лучше прокатиться. И взглянуть. Да, да, нет, нет. И потом делать колесо. Ребятушки, вы знаете, 50 на 50 нас загрузят сегодня или нет? Здесь, короче, строят объект какой-то, строятся здания. И здесь, короче, все ребят просто работают. Работники обычно и нас загрузят сегодня. Будет круто. Короче, смотрите, где мы. Мы в депо. Это похоже, скорее всего, на трамвай, а не на метро. Вот такой большой и гармошка. Вот это ихняя ось, которую мы будем загружать. Супер. 9 фит на 6. Короче, он поставит, но мы на доски. Или, наверное, тоже на такие юниты поставим. Друзья, у нас все получилось. Поговорил там такой дожелюбный парень. С ним реально поговорили. И он набрал кого-то и попросил, чтобы мы сверили наш документ. И особых в этот трамвай выехал. Он выехал ради нас. Откуда он выехал, мы туда заедем с вами. Заводим на стручок и будем заезжать в депо. Ну что, погнали заезжать. Все, ребята, мы поставили сюда. Вот они сделали подкаты. Просто я не хотел, чтобы они касались моего трейлера. Александр настроил нормальные зеркала свои. Сейчас будем отъезжать отсюда. Ребят, чтобы мы не теряли время, мы, короче, два в одном сделаем. Сейчас никакие дожди не намечаются здесь. Я прямо сейчас вот так вот, как есть. Я стою вот эти раз, два, три, четыре ремня. Сверху надо поставить тарп. Чтобы поставить тарп сверху, это имеет максимум полчаса. И мы сейчас отъедем туда, в тот тракстап. И встанем в очередь, чтобы нам колесо заклеили. Короче, ребяточки, план ураган. Работаем или что? Так, включаем свет. Нам больше припарковаться негде. Нам не обязательно у этого тракстапа, вис, ничего, что. Тут еще очень много мест есть, где можно припарковаться. Просто у нас сейчас с вами одна проблема с колесом. Так что мы должны решить ее. Вклад какой? Я забыл, что на обычных тракстапах. Короче, вот последняя линия, да, протектор идет. Там линии, раз, два, три, четыре. Если последняя крайняя, то они не ремонтируют, короче. Я попросил, давай ты по-братски сделаем. Сейчас пойдет поговорю с его начальником, посмотрит, что мне скажет. Если нет, то я уже поменяю, у меня есть запаска. Ребята, у нас варианта два. Там подошла одна девчонка, которая здесь работает как механик. Она говорит, мы попробуем, но мы тебе не обещаем, короче. Если нет, то уже тебе придется менять кольцо. Все круто, ребяточки. Вот, друзья, какой расклад. Все вместе мы весим 71,200. Смотрите, баки у нас полные. Получается, мы еще можем загрузить легко 8,000 паунд. Хорошие ребята, круто. Еще 4 тонны легко. На задок. Все, ребят, меня что-то выгнали. Та подруга, она из Главарь, короче. И, короче, нельзя находиться. Ну, сейчас у нас с вами уже вариантов нету. Я иду кушать. Реально проголодаст. Идем сюда, в Тракстану. Ну-ка, ничего не было. Либо Subway, либо вот это вот. Честерс. И вот взял пюре. Это идет мил, короче. Это все стоило нам 12 баксов. И плюс 2 с чем-то. Сот. Так, и спросили, какие дрессинги я хочу. Вот взял ренч и барбекю. Взял вот две ляжки. И вот две не ляжки. Я сейчас взял пюре. И вот эта вот курица. Мне сказали, что картошка еще идет в порции. Я говорю, зашибись. Короче, ребята, они меня позвали. Говорят, что они не могут вытащить это колесо отсюда. У них нет этого оборудования, как на вулканизации. И вот они чепокаются реально долго здесь. И вот они меня сорвали здесь. Даже не знаю, что с ними делать. Их можно чепокнуть. Их можно чепокнуть. Оу май. Можно просто поменять на мой запас. Друзья, всем привет. Всем доброе утро. С вами Александр. Наступил новый день. Назвут новое приключение. Появился груз. Сейчас в 8 утра. Я еще не знаю, что это. Ребята, по-любому супер. Вот днем мы находимся. Нам по-любому нужно выехать на 90, чтобы выезжать. А тут как раз вот по дороге будем пикаптить груз. Давайте-то, Александр, возьмусь, чтобы покушать позавтракать. То, Александр, захомячишься. Эй, красавчик. Классная комбинация, да? Так, вот наш чайочек. Смотрящий ворон. Че ждешь там? Братан, как тебе мой груз? Заценил? Дуй херми. Подняли наши грабли. Сейчас подниму свою задницу в наш трак. По дороге будем перекусывать. Этим брызговиком надо было заняться, но потом уже, когда будет время. Друзья, знаете, у нас есть с вами один маленький риск. Мы можем загрузить 8500, а вот этот груз имеет 8000. То есть иногда бывает такая лажа, что типа 8, а на самом деле 9, так что мы загрузимся и сразу на весы. Доезжаем сейчас до нашей штаб-квартиры. Нам осталось еще не более минуты. Солнце светит прямо в глаз. Нам нужен номер 301. В лужах. 301? Скорее всего, вот это магазин загрузить. Все, ребят, вот эти три юнита наши. Мы их загрузим на хвост нашего трейлера. Кричок, Александр идет к тебе. А сейчас чайка для рывка. Короче, вот этот груз, он самый легкий ряд. Он пойдет сзади, вот так сзадом его загрузим на самый задок. А потом будем играться, как ставить вот этот юнит и тот юнит. Собрали урожай. Два оставляем в Персильвании и один в Нью-Йорке. О, корвет, ребяточки. Как мы поймали его. Такой мощный, да, такой Сильверадо. Беременная горная такая тачка, которая выберется со всех возможных ситуаций. И пикап-трак, видите? Пикапчик. И сзади закрыто вот это все пространство. И еще, смотрите, классный фаркоп. На разные размеры, да, большой, вот чак-чак. Вот еще и выше делается, ниже. Четкая тема, классный аппарат. Пидорюга, стой! Пидорюга, стой! Не двигают. Вот оно че. Признали все-таки. Смарт, ребят, это редкость здесь в Штатах. Смарт! Здорово, бро. Какая камера. Третий раз нажимаем на кнопку и нас сморозят. Как номер? Как номер 5. Здесь какой шикарный вид здесь, да? Вот, ребят, взялся поесть. Больше ничего нету, только пицца здесь. И вот наш груз. Какие же это хорошие новости, ребятушки? Вы только раз гляньте. Общий наш вес, ба-бау, 77,200. Этот груз, который у нас на хвосте, он весит не 8 тысяч пантов, а 6. Все, я быстренько отравлю диспетчера, чтобы он был тоже доволен. Александр взял себе вот джюс. Все, ребятушки, мы отсюда газуем. Эх, какой вид потрясающий, да? Друзья, это ваших там. После этого мы заезжаем в Вайтох, потом в Монтана. Ребята, когда мы собираем столько грузов, что нету свободного места на электроэлере, то ребятушки, которые нас обгоняют, значит, многие трактористы здороваются тоже. А мы можем не здороваться, такие, знаешь, крутые, типа едем. Тяжеленький, вот едем. Многие ребята, которые проживают в Сиэтле, в Вашингтоне и в Такоми тоже, то они здесь постоянно отдыхают. То же самое, как мы из Чикаго едем в Вискансер, снимаем домики там, отдыхаем. Вот и ребяточки с Вашингтона в основном отдыхают здесь. У нас на горизонте и Коламбия Ривер. Редактор субтитров А.Семкин Друзья, вот Александр остановился, посмотрите, если вот эти грабли, видите, если они не опускаются вниз, видите, и они реально нормальные, потому что эти аппараты новые, и там нигде воздух не пропускают. И проблем нету, значит, Александр довольный. Серьезный гололед в Монтане. Многие просто не могут проехать. Я включил сразу свои 4х4. Да, вот ребята застряли, все оставят цепи. А мы с вами не останавливаемся и едем дальше. Хотел проехать от перевала или что у нас здесь. Надо еще чуть-чуть разогнаться, чтобы он держал трасс. Мы тяжелые, это нам на руку. Были бы легкие, сцепка была бы на минимум. Сейчас ли я тоже чуть застряну, тут тоже придет стоит цепь, но я поставил 4х4, так что не останавливаемся, едем. Ну, вроде все нормально, вообще даже не буксуем, потому что нам бы здесь показало. А начинающим советую в таких случаях просто останавливаться. Где-то на трекстапах, каких-то экзитах, до таких перевалов. У этого перевала, там были знаки, что траки не могут разгоняться больше, чем 25 миль в час. Мы с вами разгоняемся до 27, и затем тормозим. Тормозить можем только там, где до поворота какого-то. Вот этот поворот, это не страшный, это может даже как прямая. И мы когда тормозим, смотрим за нашим хвостом. Вот сейчас, видите, 27. И я притормаживаю. Раз, и смотрю, что хвост не влял. Если хвост будет вилять, единственное, что я смогу сделать, чтобы не заносило, просто нажать на газку немножко, а потом опять буду тормозить. Мне все равно, что, чувак, сзади. Я должен быть уверен в себе. Я только таким способом уверен в себе сейчас. Ну и все, друзья, мы проехали с вами где-то миль 5. И здесь уже видно, что сухая и чистая дорога. Ну и все, ребят. Александр остановился, дайте я закрою окно. Так что он на сегодня хорош. И так был денек такой загруженный. На нейтралочку, торчок мы глушим. Друзья, всем привет, всем доброе утро. Давайте взглянем, с первого рывка тронемся или со второго. Супер, легко, с первого. А у меня, ребят, на завтрак вот один пончик, другой полчаса хлеб, яйцо и майонез. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, ну это что-то. Смотрите, что стало с нашим грузом. Блин, давно такого не видел. Это понятно, ладно, ничего страшного. Вот это, смотрите. Ну нахер. Отец. Ну ты видел, видел. Обалдеть. Как будто груз уже вообще не новый, да? Сосулик, смотрите, целая куча. А здесь что у нас творится, смотрите. Обалдеть. Как думаете, сколько мы сейчас весим? Я думаю, с этим льдом мы действительно весим где-то 82 тысячи фаундов. Обалдеть. Это как будто тюнинг, смотрите. Редко проезжаем через такие места, там где, блин, покушать нечего. Кажется, у нас есть занач. Это моя любимая мивина, Дашираг наш. Японский. И там соус такой классный. Йоу. Смотрю, ребяточки, улыбаюсь. Триса творит своим грузом. Сосулик, блин. Они какие-то мягкие, так что... Сейчас я их потеряю, как только заведусь. А сзади что у нас? Да чего дожили, смотрите. Здесь продается суп. Прям в таких кульках, упаковке такие. Крем-супчик. И вот этот другой. Макароны, курица. Вот эти супчики более аппетитные. Я имею в виду упаковка, чем такие. Ведро такое 9 баксов стоит. Ребята, почему здесь только я? Потому что никто нахрен не будет заправляться. Соляры 6 долларов. Давайте успокойтесь. Субтитры подогнал «Симон»! Скучал я вот тебе, я там хромал, дал тебе в санаторий, чтобы ты там вылечился. Ребяточки, мы подогнали. バイ! Сутратора меня провожала. Мы сру приехали, если трак будет нормальным. Мне нужно будет обратно на гив马сков вести. Она бы меня подобрала оттуда. Я отвезла бы на ярд. Так, ребят, сейчас я подъеду сюда еще. Пойду быстренько заведу тот другой трак. Я буду на нем кататься. И отпускай висит здесь на ярде. С этим траком у меня были проблемы где-то месяца два. пока мисс одно другое полетело дело в одном шапе и там не знаю не знали в чем проблема особо и короче там у них осталось где-то 3000 за что сам не понял вот так вот как работает система механиков если они не могут найти в чем проблема то лучше не у обычных механиков делать вести в дилерскую volvo сейчас в дилерской volvo я сделал получается должен был заплатить это 6000 учитывая что у нас гарантия там еще там налоги чтобы не платить налоги так что мы заплатили 3200 но зато это орел в нем поменяли очень много всего и у него реально все идеально с мотором за супер деф супер все 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 посмотрели все идеально и шикарность я его оставляю на ярде здесь и вот наш другой орел орел привет за год все друзья взялся вот кольцо мишлин на 17 5 короче колесо стоит 485 она дорога стоит 570 все забросил сюда просто больше некуда так александр сейчас заплатил еще 1600 долларов за некоторые запчасти для моего трейлера который уже есть на данный момент и последняя задача здесь у нас на ярде нужно разобраться где чтобы покрасить в синий цвет ту крышку для дефа вот они здесь занимались покраской потом установились сейчас мы узнаем что есть сколько пусть то если они нашли дело короче ребят чё лицензии нету у них было они вот так вот разделены пополам только нужна была определенная вытяжка отсюда и они забросили это дело и им нужна лицензия и потом они наверное проведут еще что для вытяжки а здесь ребят смотрите взяли юниты отдельные да видимо трак задели конкретно бак сняли чтобы был доступ до сюда сейчас какие цен на траки также ремонтируют старые какие-то начальника их не нашел здесь его супруга здесь я говорю он здесь он говорит она говорит он не прямо здесь но он где-то здесь по территории я говорю тебе не случайно gps на него чтобы я сразу быстро его нашел здесь короче решили я сейчас наберу по телефону разберусь я сказал еще лицензии нету для покраска корочка ситуация да с ним договорился у них времени нету другой шап мне посоветовали это единственно здесь по району шапки можно сделать короче они тоже стали у меня нету времени солны неважно у меня есть две недели на это типово за две недели чтобы сделали вам оставить юниты они маленькие небольшие короче много места не займет и по времени когда будет премию если альда хорошо я спросил сколько примерно будет стоить они стали блин тут и краска у них не продается по 200 грамм 300 грамм строга на литр короче литр краски стоит это 250 баксов и на этой специальной вместе с лаком который идет отдельно короче затем чтоб покрасить сальди до баксов 250 я их понимаю потому что получается они пульверизатор заливает так раз кому там нужно мыть потом туда-сюда на один раз тут не зависит кусочки маленькие большие они идут на цена и вот так так шо шо покрасить эти два юнита будет стоить около 500 долларов интересно позавчера здесь было плюс 19 вчера непонятно вот видно что снега вчера не было потому что под моим триллером здесь не было ничего нету ни снега ничего вот наш трассчок сейчас быстренько взглянем на наш груз вот запасочку еще одну я сюда закрепил все сейчас дам эти юниты на покраску ребятам все Александр сделайте два юнита этот и крышку для дефа бам-бам в этот заправках тесла заправляется ребята как вам цена соляры марте погая 5.16 тоже ли мы да ребяточки ребяточки всем добру с вами александр вот они наши грузяки которые мы должны скидывать это был первый который сбросим там вот тот второй а этот третий сперва пацан сказал чтобы я припарковался вот там а потом ему показал фотографии что именно у меня здесь для них и он сказал ага значит будем подъемный кран специально поднимать потому что эта вещь такая ювелирная может стать и он сказал мне что я буду сдавать задом вот сюда оп и они будут внутри поднимать подъемным краном ну раз такое дело будем сдавать назад туда к ним вот они тоже оси намного шире это уже не для трамваи для целого метро и смотрите колодки здесь вот они где колодки три с этой стороны три с той стороны пары сейчас они откроют а мы будем заезжать все ребята Ты разписались на моих документах, я поставлю штаб с квартирой. Это как-будто одно шестеренки смахивает. Приезжаем с их штаб-квартирой. Я такой смотрю, блин, сейчас надо сделать delivery, вот этот, который у нас на хвосте, а потом едем в Нью-Йорк. У нас в Нью-Йорке есть другой груз. Короче, работа у нас на неделю вперед едет. И я звоню в этот номер. Веселиваник Тордырский, тот груз. Эй, хеллоу, сэр, типа, мой name is Alex. Он такой, ой-яй-яй, I know, today? Типа, сегодня? Да, что в этом такого? Хорошо, но у нас был шторм, говорит, но... Говорит, что думать все нормально будет. Не знаю, какой шторм там был, мы с вами уже увидим. Ну все, ребятушки, пока мы сгазуем, а там уже будем посмотреть, как говорят скидки. Субтитры сделал DimaTorzok. Все, ребятки, вот я помахал рукой, пропустил эту машину. Вот мы будем сюда сдавать назад. Вот ребяточки будут нас манипулировать. Вот там Ford Lift уже ждет, все дела. Загнали, короче, с одного рывка. Все, ребяточки, сейчас мы с ним будем снимать тарп. Все дела, наши фиксации и будем разгружаться. И затем, ребяточки, газу в Нью-Йорк. Здесь, короче, у нас 4 экскаватора, их тоже четверо. Я говорю, это для вас, ребяточки. Они делают правильно, потому что торопиться не надо. Чтобы привезти какой-то аппарат, то реально они его купили. Они мне заплатили сколько там? 2000 баксов, потому что я привез этот груз только за дорогу. Они стопудово купили этот аппарат не дешевле, чем 15 тысяч. Не удивлюсь даже 20 тысяч, что этот аппарат. Просто такие цены на станки здесь. У них там ихний цех. За этим маленьким зданием, как гараж, там еще один. И что круто, вот именно рядом с этим зданием, вот там другое, там ихний дом, получается. Ну, кто-то из них там живет. И сразу тут ихний цех. И круто, это не город, это село какое-то. Каждый крутится, как хочет, как может. И хотя бы чем-то нужно заниматься в этой жизни. Если просто так расслабляться, то как будто жизнь проходит мимо нас. Нужно заниматься тем, чтобы иметь какой-то интерес, чтобы что-то нравилось. Чтобы приходить с удовольствием на работу. Опять стратегия, видели? Сначала они берут груз, короче, отъезжают чуть-чуть от моего трейлера и опускают его полностью вниз. Чтобы он был устойчивым и тихо-тихо сейчас отъедет. Вот что у них есть. Тачка такая, квадроцикл один. Вау, ребяточки, смотрите. Кадиллак один старенький. Сейчас глянем, если написано какого года. Эээ, нет. Не знаю. С семнадцатого. С семнадцатого года. Типа последний раз он в нем ездил. Типа четвертый месяц семнадцатого. Четыре девять, смотрите. Объем. Колеса эти, флипперы, да? Назывались. А здесь, смотрите, какой аппарат. Это, видимо, новее, чем вот этот. А этот вообще, друзья, смотрите, какая морда у него длинная. Обалдеть. Морда реально мощь. А, вот это просто колпак. Это просто колпак. Я думал, что у него колеса такие со спицами. Немножко раненый. Интересно, раньше вот этот шмат крыши снимался или он несъемный? А ну-ка. Ребята, какой аппарат. Третий электронный тоже был с тех времен. Сейчас я спрошу, какого года. Смотрите. Электроны. Потом это. Открывалось что-то. Раз, это дверь. А вот это, не знаю. Кстати. Да, Windows. Стекла опускаются. Смотрите, какой аппарат у нас, а. Обалдеть. Я спрошу обязательно, какого года этот. Смотрите, все дерево. Это реально дерево-дерево. Не какой-то пластик как. Сейчас делают под дерево типа. Это переключатель скоростей. Сиденье кожаные вообще. И реально очень мягкие и приятные. И кожа-кожа. Не то, что сейчас делают. На других. Понятно, свои бренды держатся. А другие типа кожа и не кожа. Но дверь реально мощь, ребяточки. Блин, сколько. Какая она длинная. Даже объяснить не могу. Как будто метра полтора имеет дверь. Спасибо большое. Ребяточки, сто баксов на чай. Короче, он не просто так дал. Он сказал спасибо за то, что ты завязал красиво и отлично этот груз. Вот так вот, друзья. Хоть я Уолнер, сто баксов на нас ничего не греет, но по-любому ДШ радуется, что люди ценят здесь штата. Ребяточки. Дальнобойщик здесь, это все уважают дальнобойщиков. Потому что мы привозим им груз и они благодарны за все. Здесь люди вообще, многие ценят вот такую работу. Вот так вот, ребяточки. Ему понравилось, что мы не сделали никаких демоджей грузом. Что я красиво завязал этот груз, чтобы он никуда не девался. Шо, ребяточки, довольны? Еще 100 бариков заработали. Короче, сейчас я покажу какой 84 года и какой 92 года. Вот это, ребяточки, 92 года. А вот этот, ребята, 84 года. И уже стеклоподъемники, видели? Электрическое все. Блин, реально аппарат-аппарат мощный. Погнали! Вот такой расклад, куда нам нужно ехать. Где Баффал, там где водопад Ниагара. Вот в те края нам нужно ехать. Последний груз, который мы запикапили первым, да. Смешно звучит. Поскольку солярка подорожала, когда мы тяжелые, ребяточки, мы стараемся ехать где-то 65 миль в час. Потому что чем быстрее едешь, тем больше соляра хабает. И поскольку соляра дорогая, то мы стараемся сбавлять уже обороты. Друзья, круто, что у нас есть время. И мы сейчас вот заехали в эту Ростерию. Еще хотел вам сказать, что в каждый из штатов, когда заезжаешь, вот первая Ростерия, она должна быть такая, как бы, сказать, заряжена. Там должна быть вот история. Мы сейчас заехали в штат Нью-Йорк. И здесь должна быть вот история про этот штат, самое интересное. Какие-то брошюры, там какие-то книжки маленькие. Рекламы какие-то, где можно отдохнуть. Чем слабится Нью-Йорк, допустим. Сейчас мы с вами пройдемся здесь. Посмотрим, что интересного есть именно в этой Ростерии. Что у нас здесь? Штат Нью-Йорк, департамент транспорта. Работников. Мемориал. Ладненько. Здесь что у нас? Голубая звезда. Смотрите. Нью-Йорк. Короче, ребяточки, Нью-Йорк это голубая звезда. Давайте взглянем, что у нас тут. Такой навес, но для чего? Ребята, короче, смотрите. Шелтер это приют. Переводчик приют. Короче, здесь приют для моциков. Если прям дословно переводить. Наверное, они сюда паркуют просто моцики. Потому что вот здесь парковка для, там для траков, там для автобусов. А здесь видно для моциков. Друзья, здесь еще есть снег. Видали сколько снега? Сердечко. Ай, типа. А-а-а. Смотрите, друзья. Это с другой стороны. Давайте почитаем. Вот. I love New York. И вот это аппарат. Ну, мы его с вами встретили. Я первый раз вижу такой аппарат. Как он поднял его. Это форт армейский. Хей, друзья. Доброе утро. Наши документы. Наш груз. И мы привезли к ним прибавление в семейство. Т fosse один раз. И agora мы been waiting. Попробуем. Раю и посмотрим итог. За минус 1 сейчас самое интересное все последнее пока мы ищем нашу квартиру давайте маленький расклад мы в этом выпуске перевозили с вами три груза за первый груз основное заплатили нам 7000 долларов за второй груз заплатили 2 500 и за третий заплатили 2000 получается 11 500 ребята ребята все три груза с вами пикапили рядом кстати вашингтон а скидывали в акте сливании и 1 статью не нашу личный офис да у меня тут новый год в общем будет праздником зовут друзей придешь нет оля придешь нет ничего погнали читать бабка розетку найду а